Всем привет! Итак, что же новенького на Доме-2 и за периметром? Вчера на проекте появились новенькие. Парень вроде нормальный, Иван из Донецка, ему 22. В своем городе он востребован как ведущий свадеб и прочих мероприятий. Веселый, общительный, симпатичный и спортивный. Иван пришел к Болинской и, считаю, идеально ей подходит. Готов баловать свою девушку, тусить с ней по клубам, готовить еду на двоих. Кудряшова он считает недалеким, так оно и есть. Новенькая девушка в эфире тоже показалась рассудительной. Юле 27, она из Луганска. Она мастер спорта по художественной гимнастике, работала в цирке. Девушка очень гибкая, даже в обтягивающей юбке умудрилась сесть на лоб нам на шпагат. Реутова пришла к Безусу, которого скромно поцеловала в щечку. Она понимает, что иные, более активные действия могут ранить влюбленную в него Милену Безбородову. Что вчера и произошло. А еще Реутова похожа на Гозиас. Мне так показалось. При ближайшем рассмотрении ее инстаграм оказалось, что новенькая вторая Волочкова. В любой непонятной ситуации любит садиться на шпагат. Более того, она оказалась круче Ефременковой и Теребоньки вместе взятых. Девушка вообще без комплексов. Каких только фото нет в ее микроблоге. Вот небольшие фрагменты ее фотосессии в стиле ню. Все нараспашку, как вы понимаете. Пора нашему проекту менять лозунг. Не дом 2, построй свою любовь, а дом 2, дно все ниже. А казалось бы, хуже уже некуда. Алена Савкина решилась на пластические операции. Она пишет, что ее бюст во время беременности и кормления был очень пышным. Она даже выбирала себе лифчик на пару размеров побольше. Я надеялась, что размер навсегда уйдет в плюс, пишет она. Но все пошло, мягко говоря, не по плану. Так что Савкина будет делать мамопластику, а заодно и носик. Она уже выбрала себе врачей. Или врачи выбрали у кого же разместить рекламу своей клиники. Оказывается, Гозиас и Стрункина стали близкими подругами. Они были на доме 2 в разное время, но потом познакомились в Калининграде. Они очень похожи, что одна, что другая безбашенные. Но не подумайте, они не только гуляют вместе по клубам, но встречаются и с детьми. Поговаривают, что африкантовые капаклы не выходят на связь. Якобы они покинули проект. Но это вряд ли они, что дураки, что ли, уходить. За проектом ведь нужно работать, оплачивать коммунальные услуги. Нужны денежки на еду, на одежду. А трудиться они не привыкли. Рома всё-таки показал своей мамы подписчикам. А то уж было сложилось впечатление, что он прячет родную мать от окружающих. Правда, показал женщину мельком. Она простая женщина, не обколотая ботоксом. Стройная, молодая, в общем, нормальная. Лиза Триандефелиди пишет в Инстаграм на тему, которая для многих табу. О ролевых играх, о волшебстве в необычных местах. А теперь вот рассказала о том, что она совсем не носит нижнее бельё. Иногда одевает под джинсы, но это бывает очень редко. Кстати, возможно, Лиза скоро появится на проекте. Психолог Анастасия Булгакова высказалась по поводу семьи Дмитренко. Поставила ребятам диагноз. Вот что она пишет. Дима с Олей нашли друг друга. Они абсолютно похожи в поступках, в неуважительном отношении к своим мамам, в использовании людей, в мышлении. У них даже схож словарный запас. Оказывается, когда Дима расставался с Ольгой, он обращался к Булгаковой за помощью. И на протяжении двух месяцев консультировался у неё. И, как оказалось, абсолютно бесплатно, хоть и обещал заплатить. Булгакова пишет. Кидать людей, поливать их грязью – это их жизненная кредо. Василиса вырастет точно таким же человеком. Лёша Купин сделал жене очень оригинальное свидание. Ребята пофоткались с котятками. Слава Потёмкин нашёл любовь всей своей жизни. Эта девушка из подтанцовки у Бузовой. Познакомились они на шоу Бородина против Бузовой. Но, к сожалению, на проект приходить она не хочет. Девушка выбрала карьеру. И очень неожиданное известие. Безбородова и Безус помирились. Они дали друг другу последний шанс. «Мы будем стараться для наших отношений», – пишет Милена. «Я очень верю, что результат будет положительным». Понятно, что за периметром ребята не продержались бы и одного дня. Вместе они только ради движухи, ради эфиров и Человека года. Кстати, следующий этап конкурса «Человек года» будет песенным. Если Безус не вылетит, то обещает крутую рокерскую песню. Судя по этому снимку, Безус песню все-таки записала, значит, прошел во второй этап. Ирина Александровна Огибалова бесится, когда ей задают вопросы по поводу новорожденной дочки Кузиных. Она даже не поздравила Женю с этим событием. Ее мало волнует его новая семья. Огибалова пишет, что Кузин сам не хочет общаться и нет смысла навязывать свое общение. Достаточно того, что Рита его поздравила, тем более ответа не последовало. На этом все. Подписывайтесь. Будем сплетничать.